Всем привет! В эфире заметки о Черкесии и это обзорный выпуск, посвященный, скажем так, моей поездке в Кабардино-Балкаре, в город Нальчик, проходивший с 20 по 24 мая. Собственно, главной целью поездки было принять участие в травмных мероприятиях, что в общем-то успешно было произведено. Но не это главное. Мне удалось за эти дни взять интервью у самых различных специалистов по самым разным темам. Даже, я так скажу, план был перевыполнен. Количество встреч и количества тем пополнялись по ходу дела и были сняты интервью, которые не были запланированы, но они сами по себе очень уникальные интервью, в том числе и с представителями гостями из-за рубежа, из Турции. В частности, из Турции мы снимали, но общался я также с представителями из Иордании. Скажу так, поездка удалась отличная. Сразу хотел бы принести огромную благодарность всем тем людям, которые помогли мне в этой поездке, помогли сделать ее такой, какая она есть. Кто-то помогал с жильем, кто-то помогал с выходом на связь с определенными специалистами, кто-то показал кабарду с ее лучших сторон. Мне удалось пообщаться с огромным количеством людей, попробовать очень много вкусных национальных блюд. Всем огромное спасибо за прекрасные подарки, которые будут напоминать мне об этой поездке, об этом знакомстве. В общем-то, я их покажу на фотографиях. И, я думаю, это первый такой камень заложен был для дальнейших встреч, для будущих поездок. Теперь они будут, я думаю, происходить время от времени, довольно часто даже, я бы сказал, по сравнению с тем, что было раньше. И мы будем все больше расширять наши темы, все больше углубляться в них. И канал будем развивать, в общем-то, сумасшедшими темпами. Скажу так, мероприятие 21 мая прошло успешно, хотя погода была очень паршивая, шел дождь, моросил, очень холодная была погода. Но, несмотря на это, на улицы вышло очень много людей, одетых в национальные одежды, с искренними чувствами, вышедшими на это травмное мероприятие. Было очень много интересных мероприятий красочных. Это был и пеший ход, и конный ход, были выступления отдельные, были музыкальные выступления. Я в конце видео представлю, скажем так, ту нарезку, которую нам удалось заснять. Единственное, что мы не попали полностью на конный парад, на полноценный. То есть, мы застали конницу, но не удалось нам именно полноценный конный ход заснять. Но, в общем-то, это, на самом деле, не самое главное. И, кроме того, мне наконец-то удалось увидеть джигуака с его вот этим огромным рогом. То есть, это был представитель, умеющий правильно обращаться с ним. Я услышал впервые, как это звучит, как это выглядит. В общем-то, на фотографии я вам представлю. Надеюсь, там на видео попало именно звучание этого рога. И там, в общем-то, произошло множество интересных знакомств. И все будем выкладывать по порядку. Я, естественно, говорю, что будут у нас видео про оружие. В частности, это величайший мастер своего дела, который действительно душой болеет за него. Это Феликс Наков, руководитель Национального музея Кабардино-Балкарии. Он показал в практическом плане, как работает черкесская шашка. И это будет очень интересное и увлекательное видео. Особенно, учитывая, что Феликс Накова хорошее чувство юмора. Это Заур Лакунов. Лакунов, я все время путаю фамилии адыгские. Это очень хороший специалист по изготовлению черкесских шашек, кинжалов. Мы взяли у него интервью, где он рассказал о процессе своей мастерской. Он рассказал о процессе производства черкесской шашки и кинжала. Как это все происходит, из каких материалов делается. Это Мухаммед Кабанчоков. В общем-то, мы как бы договаривались о кухне, но на самом деле он оказался специалистом более глубокого профиля. Особенно он полиглот, он огромный знаток различных восточных, особенно, языков. И я думаю, следующее интервью мы с ним запишем как раз таки по языкам. Потому что очень интересный человек, очень с глубокими познаниями в этом деле. Но в этот раз мы у него записывали о адыгской кухне, об ее особенностях. В общем-то, что тоже является его специализацией в какой-то мере. Он это очень любит. И я думаю, после этого видео мы еще больше углубляться будем и в эту тему. Удалось заснять видео про адыга хабзы. То есть по этим нормам и правилам, как это все выглядело ранее и сейчас. В частности, специалистом в этом деле выступил Аслан Бешто, с которым нас удачно познакомили в процессе поиска человека, которому бы хорошо и интересно рассказать про эту тему. Аслан оказался очень живым по собеседникам. И хотя он очень спешил, у нас краткое, емкое, но очень четкое интервью получилось. Я думаю, в следующий раз мы более углубимся. Как раз у вас возникнут какие-то вопросы. И мы с Асланом встретимся и более так в размеренной обстановке, более глубоко вот эту тему расширим. Потому что он, в общем-то, очень хороший специалист, очень хорошей подачей материала, что мне очень понравилось. Также нам внезапно удалось, скажем так, внепланово заснять интервью у репатрианта из Турции, Меджида, владельца магазина именно одежды, сувениров, книжной продукции, различной украшений, касательно именно адыгской тематики. Он сам, ну такой уже в возрасте человек, но очень такой живой, яркий. Он из Турции переехал еще в начале 90-х годов. Вот как бы и он рассказал немного нам о том, как, что повлекло его к переезду и какие он чувства по этому поводу испытывает. Тоже очень-очень интересный человек. В магазине его я вам покажу тоже там на видео и на фотосъемках. Нам адрес, в общем-то, можно забыть связаться. Кстати, как контакты, так же будут и Заура Лакунова. По поводу изготовления оружия. Если кого-то заинтересует, вы можете с ним связаться и сделать заказ. Также вот были представители Павел и Анатолий. Скажем так, у них своя есть мастерская по изготовлению женской национальной именно одежды, ну адаптированной под современность. Небольшое короткое видео мы засняли у них. Очень интересно там, как это все делается, как это все выглядит. В общем-то, контакты адреса я тоже дам. И напоследок скажу, что внезапно для меня в Нальчике как-то так широко раскрылась убыхская тема. Хотя я рассчитывал, что я думал, что в Сочи больше будет, но оказалось, в Нальчике очень много убыхов присутствовало в Нальчике на траурных мероприятиях. Убыхов в смысле людей из родовых фамилий убыхских, которые знают о своих корнях. Те же Берзековы, Берзейджи были из Турции. Руслан Берзеков был, собственно, наш российский убых, который по паспорту, по абхазскому уже убых и который, в общем-то, занимается, скажем так, продвижением... Продвижением защиты прав убыхов в России, то есть получения статуса малой народности для убыхов и, собственно говоря, для перехода на следующий этап развития культуры, языка, обучения, фольклора и прочих вещей. Он пытается сейчас общаться с государством и эту идею как-то воплотить в жизнь. Довольно длинная история, длиной почти 25 лет. Мы сняли с ним интервью. Так получилось, что интервью с ним не совсем как бы с нами было, а с третьей стороной, о которой я сейчас упомяну. Но вопросы, поскольку примерно общие, поэтому и сняли мы общую тему. В этом видео мы взяли только ту часть, которая относится к тому, как он к этому пришел. К его, скажем так, деятельности, презентации. Ну, как бы там очень долгий был рассказ, долгое интервью, поэтому мы заснять все не смогли, ввиду технических проблем. У нас не было возможности так долго вести съемку. Поэтому я через время еще выложу дополнительно именно звуковую запись, то есть аудиозапись велась. Всего огромного этого интервью я его снабжу, соответственно, материалами, фотоматериалами, изображениями, касательно именно убыхской темы. И, собственно, приятным бонусом для нас оказалось особое интервью, которое нам удалось снять в первый день нашего пребывания в Нальчике. Как оказалось, в городе находились потомки последнего убыхоговорящего, по крайней мере, в средствах массовой информации и в научных работах так представлено. Последний был убыхоговорящий представитель в Турции, Теффик Эсенч, аудиозаписи убыхского языка, у которого были записаны французскими исследователями. Вот его внуки Зели и Бурак Эсенчи, они были в Нальчике, они снимают сейчас документальное кино по поводу, ну, так сказать, биографии жизни своего деда Теффика Эсенча. Они собирают различную информацию, в том числе по убыхам, Зели она телеведущая в Турции. И, ну, так оказалось, что мы нас познакомили, мы пообщались, обменялись контактами, и нам удалось записать у них эксклюзивное, так сказать, интервью об их планах, о том, как они вообще к этому пришли, и об их планах по съемке этого документального фильма, которым мы тоже поделимся. Там все очень спонтанно получилось, видео немножечко плоховато, звук, наверное, тоже будет, но он не то, чтобы там ничего не слышно, слышно хорошо, просто чуть-чуть похуже, чем обычно мы снимаем студийную запись. Ну, так или иначе, это эксклюзив. Ну, на этом, пожалуй, все. Дальше пойдет видео, собственно, с траурных мероприятий в Нальчике. А вы следите за следующими выпусками, все эти интервью я буду выкладывать в ближайшее время поэтапно, и я думаю, это будет очень интересно для всех. Все, всем пока, комментируйте, оставляйте лайки. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok